То, что сегодня происходит с Арменией, это началось не в 20-м году и не в 88-м году. Это началось 300 лет назад, куда потом, через 150 лет, это началась активная фаза уничтожения Армении. Это именно активная фаза, разработанная различными мировыми центрами паразитической системы. Она уже тогда начала формироваться, она, эта система. Значит, и что сделали? Они узаконили геноцид и уничтожение Армении путем Московского и Карского договора, в котором приняли участие необыльшевики. Ну, вернее, большевики, потом необыльшевики. Узаконили через Карский договор. Потом армянское коммунистическое правительство все это воспринимало активно. Потом и везде насаждало англавы, эксклавы и так далее. Мы из всей территории постсоветского пространства, самое пострадавшее государство, геноцидально, включая того, что мы должны обвинить, включая Коммунистическую партию Советского Союза и дальше руководство Российской Федерации, в геноцидальной политике в отношении Армении, которая фактически узаконила убийство армян в Нагорном Карабахе. Требуют открытия Сюнингского коридора, передачи территорий. Мы с вами показывали карты, которые мы получили от российских дипломатов. Их руками кружочки нарисованы в Таушском районе, что должно уйти Азербайджану. Это именно русское требование. Ну, не русское, а российское требование. Русский человек сегодня оккупированный человек. Он тоже оккупированный. Тоже, как и мы, как и Азербайджан, как и азербайджанский народ, как и грузинский народ, как и весь мир. Они оккупированы паразитической системой, созданной различными центрами мира, которые управляют этими процессами. И что в результате добиваются сегодня? Раньше мы кричали и обвиняли многих на, например, генеральный штаб Германии, который Германия тоже признала, что было их некое участие в геноциде. И вы помните, их президент стоя на коленях просил прощения. Британский парламент, да, начал активизироваться. Другие страны мира. Когда Россия нам говорит, что в 2015 году мы вас спасли, в 2015 году вы сначала допустили геноцид, оставив армянскую часть населения в Западной Армении, отвели войска полностью, бросив один на один против Османской империи. Те обвинили армян в прорусскости, решили заняться своими внутренними домашними делами, оставили армянскую часть населения один на один с врагом, уничтожили ее, а потом пришли идти и спасли. В Карабахе тоже пришли спасать. В результате этого спасения Карабаха нет. Но поговорим... Слушайте, тут понимаете, когда мы говорим олив, олив это инструмент. А сегодня что делают, как узаконивают этот геноцид, уничтожение армянского государства и армянской территории? Раньше, когда мы кричали и обвиняли всех, да, что вы, 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 вы виноваты. Теперь они подумали и решили так, а что постоянно нас армяне обвиняют? Давайте сделаем так, чтобы в будущем нас не обвиняли, а вот сама эта армянская власть пусть просит. Ну, типа, Алматинская декларация готова, территории готова, сами своей рукой пускай все подписывают, чтобы завтра не сказали, что это мы. Пускай своей рукой отдают. Подписывают, отдают, да еще и просят, чтобы забрали. Как Пашиня сказал, скажите, что еще вам надо. Так же был разговор, да, у него как-то вопрос виталички. Мы говорим, скажите, что еще надо. Ну, вот они говорят. Этот процесс... Скажите, где кончаются ваши запросы? Да, запросы, да, да. Все, что могу, все, что могу, как фильм. Значит, это вопрос, мы когда говорим Тауш, мы говорим села, надо понимать, да, села, конечно, это были... Но армяне должны понять, тут вопрос не в селах, вопрос в политике по отношению к Армении. Например, мы говорим о системе, да, вот мы говорим Европа, Запад, Россия, да. Мы сегодня обращаемся к Соединенным Штатам, обращаемся к Франции, к России. Вопрос. Все три страны были гарантами и сдерживали эту войну. Типа Минская группа ОБСЕ? Да, Минская группа ОБСЕ, совершенно верно, к ней шел. Вот. Они все, троем, были гарантами. И что произошло? Где эти гарантии России? Ну, Россия, мало того, что она еще была гарантом по Минской группе ОБСЕ, она еще с нами под усторонним договором 1997 года, всеобъемлющему договору, плюс еще и член ОДКБ, союзник по ОДКБ, да еще и экономический союзник по ОИАСу. Ни в одном этом пункте не исполнило. Соединенные Штаты ни в одном этом пункте не исполнили своих обязательств. Франция ни в одном этом пункте не исполнили своих обязательств во время войны. Никто. Теперь Соединенные Штаты приветствуют демаркацию, демиритацию. Вот у меня вопрос к прозападным нашим политическим силам. В первую очередь к ним. Потом придем к этим валяющихся в парламенте оппозиционеров. Вопрос. Вот вы сюда доверяете кричите, Соединенные Штаты. Мир создан сегодня с паразитической системой. Сволочной. Блинкин приветствует демаркацию, демилитацию Вот я хочу сказать про западников Вы сегодня кричите Никол Даваджан Никол Эс, Никол Эн Говоря узнума Ну, землю отдает Никол предатель, так, Никол землю отдает Подождите Всех сегодня, на кого вы молитесь в Соединенных Штатах и в Европе Германия, там Совет Европы Блинкин, госсекретарь Соединенных Штатов Они все приветствуют Вы говорите США, Европа США, Европа приветствует то, против чего вы на площади боретесь Теперь давайте определимся, господа, западники Что это означает Если вы говорите Америка, Америка, Европа, Европа И в то же время Выступаете против, тогда вы должны выступить сегодня против Блинкина И на своих митингах и выступлениях сказать Послушай, ты что на нашу голову тут пронесешь? Возьмите, но помните, в самом начале вы сказали Напомнили вот эти карты с этими обозначениями Российского От России они были Я сейчас верну к России Философия России всегда Ведь как жила Российская империя, как живет? Ее нарративы всегда были такими, что Она считала, что это ее по праву Это сила А если ты не с нами, то ты враг То ты предаешь самое святое, что ты можешь предать Но мы должны тебя научить А научить это означает Отнять, убить Захватить Это как Украина Когда говорят, что нет причин воевать с Украиной По большому счету причин воевать нету Но как у Крылова Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать Сказал и в лес ягненка отволок То же самое там Безусловно, эти карты рисовали в России Которые сейчас анклавы Мне никто не может сказать, что нет В 21-м году у нас конкретный документ со стола Дипломатического Где Российскими руками Кружочки обведены вокруг 8 сел Теперь про российские выкормыши Которые в Армении, как и про западные Эти боятся сказать что-то против России Эти боятся сказать что-то против Блинкина Я вам всем говорю У нас существует только один флаг Он армянский Когда мы будем строить свою национальную политику К нам придут Что касается действий Азербайджана Когда он начинает Уничтожать Армянскую историю Он думает, что если он срубил камень Хачкары Он тем самым уничтожил историю Нет, я хочу сказать тебе, что Валиев Сидел укрывшись одеялом Теперь мы создаем новый проект Сейчас Союз народов Западного Прикаспия В Западном Прикаспии Мы сформируем национально-освободительное движение Для Лизгин, Талышей Удинов Осилийцев Аварцев Мы армян Западный Прикаспий Это не Азербайджан Почему они сейчас уничтожают нашу историю Создали два искусственных паразитических государства Первое государство Это Турция Второе паразитическое государство Это Азербайджан Не имеющих Турция не имеет никакой своей культуры Турция по сегодняшний день Не имеет своей письменности Турции нету письменности Она пишет латиницей Но мы с вами, как люди образованные Мы знаем одну простую истину У тех народов, у которых нет своей письменности Нету своей культуры Вот этим народам Паразитическим образом Созданные сейчас на этой географии Сказали Переписывайте историю Они ее могут писать с утра до вечера С 16 томов в час Это ничего не изменит У вас нету своей письменности У вас все заимствовано В турецкий гид в Турции Вам всегда расскажет Это отжали у кибриотов Это отжали у греков А это раньше было армянское Это раньше было римское У них своей культуры нету И своей письменности нету Турция это паразитическое государство Тюрков там нету Тюрки знаете кто это? Тюрки это казахи Настоящие тюрки живут Казахстан Туркмения Туркмены Киргизы Это тюрки Когда сейчас Средняя и Центральная Азия Как сумасшедшие бегут в этот проект Туран Ребята Казахи Дорогие мои Вы куда бежите? Тюрки это вы А не Турция Турция просто большая Пока временно большое государство Которую будут скоро сжирать И Турцию скоро втянут в очень серьезную войну Потому что Мир не воспринимает Турцию Как исламское государство Но этому очень хочется Стать исламским шейхом Глобальным Эрдогану И когда сейчас Израиль Конкретно начнет Мочить вот этим словом скажу Сектор газа Эрдогану не останется Другого пути Как зайти в газу И если Турция в газу не входит Турция больше для исламского мира Не существует Но в то же время Мы должны понять одну вещь Что изначально Как я вот говорил на полшой передаче Руками Ирана хотели Ослабить По Израилю Смотрите Сегодня Израиль превратился Как Советский Союз В приводе в Афганистан Уже Колумбия Расторгает договор Южноафриканская республика Подала в суд Европейские нации Которые по большому счету Нацепелись От исламского радикализма Они сегодня массово Поддерживают палестинцев Арабов И массово выступают против евреев Вот это вот у них Посыпание голову пеплом И накрывание одеялом После итога 41-45 года В Германии Этого тоже нет уже Европа уже Говорит хватит Этот вопрос Уже мы его нажались Этим вопросом Геноцида Хватит Теперь пришло время Не допустить Чтобы геноцид совершали вы Тысячи и тысячи детей Убиты В Палестине Арабский мир сегодня Палестинский Там живут очень много армян Подвергается Мах-террору Геноциду Армения должна Расторгнуть договор с Израилем Любой который есть Или которого нет Мы должны отозвать посла Мы должны прекратить все контакты Мы вообще не должны прощать Израилю Убийство наших солдат И в оружии Он знал Против кого он поставляет это оружие Поэтому сегодня То что произошло в мире В мире Мир идет сегодня по пути того Чтобы По пути сатанизма Они сегодня отвергают просвещение Да Ведь Кто такие они? Это центры силы Тот же Лондон-Сити Не Британия А это серьезно Я говорю Не просто там Мы говорим оттуда отсюда С рядом этих центров Мы коммуницируем Мы знаем Что они делают Куда они ведут Ведь смотрите Сегодня их задача Это уничтожить просвещение Когда человек просто становится Обыватель Становится просто смотрящим телевидение И становится потребителем массовой культуры А что такое массовая культура? Это означает Когда у вас есть большой дифференс В сторону отсутствия интеллектуальной массы населения То незначительный маленький интеллектуальный вброс Продуманный Это общество потребителя Начинает пожирать Схватывать его И это становится нарративом Который воспринимает общество Потому что когда у вас нет просвещения Когда открывается культура В Армении Ведь та же самая система Из армян сделали массу смотрителей телевизоров Тупых сериалов Убили просвещение Вы думаете просто так хотят перенести консерваторию Вы думаете просто так Ослабляет Никол Пашиня культуру Они все люди одной системы мировой Они уничтожают культуру И это происходит процессы во всем мире Сегодня люди смотрят тупые Никчемные сериалы Слушают тупую бездарную музыку Вот давайте скажем так Вы помните В Советском Союзе каждый день В определенных 6 часов вечера Хочешь ты не хочешь Ты у тебя выбор нет Ты в 6 часов включаешь телевизор У тебя там классическая музыка Классика балет Опера Джазовый фестиваль Разве вы слышали эту тупую музыку Которую сегодня поют наши армянские певцы Российские Американские Ну Америки еще более-менее Там на этом уровне Мы же сегодня стали кем Ни кем Сегодня нас просто уничтожают Если можно вернемся К событиям недели С этим западным азербайджанским Телеканалом Что? Это продолжение той политики Притязания на территории Армении Я же вам говорю Что это же не Алиев не идиот Просто так дорогу строит Сюник Вы думаете что он просто так Миллиардов кладет Нет это их программа Они будут это делать И я уверен что такие договоренности есть С кем? С Арменией Это мое личное мнение И мое личное убеждение Я скобки открывать не буду Но я хочу сказать Идиотов Ну Алиева точно идиотов Назвать нельзя На плане интеллекта Вы думаете что он просто так Будет вкладывать Миллиарды в дороге Чтоб Никол Пашинян сказал Вот тебе столб Шлаг полный Дальше ты не идешь А что он миллиарды потратил просто Нация должна понимать Если Азабадян создает Такое телевидение У них даже есть правительство Западного Западного Загизура Они создали В парламенте узаконили Эти вопросы Я хочу сказать Нациям сказать так Не нужно Вот как говорят что там Премьер-министр неадекватный Очень адекватный Очень все понимает Просто делает то что должен делать Все Мы когда говорим Что они просто ничего не соображают Нет Они грамотно делают То что должны сделать То что обещали сделать Команда Пашиняна? Да Знаете как один Не буду говорить Кто именно? Один дипломат Мне сказал так А что вы армяне Торопитесь Поменять власть? Это высокопоставленный дипломат Он сказал Да пусть он словит Весь негатив Весь негатив Выполни все что обещал А потом Он уже не будет не нужен А потом в армяне Что хотите делать? А вы сейчас придете Вас будут заставлять делать То есть пытались Отговаривать людей Кто заставлять Владимир? Это российский дипломат Кто будет заставлять Если Никола Не Пашиняна Так другого Сюник нас будут заставлять Делать Нас будут урезать Сюник Я же не говорю Ничего антироссийского Антирусского Я говорю антикремлевские вещи Не потому что я их люблю Или не люблю Я защищаю национальные интересы Республики Армения Когда мне говорят Такого нету Я всегда этим балбесом Который мне говорит Такого нету Я каждый раз им говорю Послушайте постоянные требования Вице-премьера Российской Федерации Аверчука Послушайте Захаров 7 пункт Разблокировка транспортных коммуникаций 9 пункт чего Владимир? Разблокировка транспортных коммуникаций Это что такое? Это прекращение огня А что там было? Там было написано Что с республикой Армения Стороны берут на себя Разблокировать Это 9 пункт А все остальное? Я говорю их требования Я же не говорю Что они правильно Я говорю их требования таковы Мы идем Я же мы сейчас говорим О Сюник Поэтому я говорю Исключительно о 9 пункте Но все, что касается остального заявления 9 ноября 2020 года, все 8 пунктов уничтожены, не выполнены. Нет, почему первые два, по-моему, там выход из Агдама, выход из... Смотрите, я армянскую сторону не беру, я беру российскую, азербайджанную. Те пункты, которые должна была выполнить армянская сторона? Мы все выполнили, все. Мы не то, что выполнили, мы, это клоунады с этим заявлением, понятно. Армения взяла на себя те обязательства, которые взяла, да, и сделала их. В ущерб национальным интересам Армении. Сделала. Россия и Азербайджан ничего не сделали. Более того, это заявление привело к тому, что мы потеряли Арцах, и мы продолжаем терять эти наши территории. То есть, Никол Пашиня обязан выйти из заявления 9 ноября. Но Азербайджан что говорит недавно, после приезда Алиева, возвращения с Москвы? Он сказал, ничего подобного. Вы из этого заявления выходить не можете. Вы его подписали. И тут они армянскому государству говорят, откуда выходить, откуда не выходить. Вы не имеете... Мы не будем смотреть, пока вас вооружают. Мы не будем, допустим, вот этого. То есть, что означает слова Алиева, мы не будем смотреть, когда вас вооружают Индией и Францией, да? Это означает о том, что я начну, я не буду смотреть, держаться, пока вас вооружат до зубов. То есть, о том говорит о том, что я начну. Он нам ставит условия покупать, не покупать. И как мы с вами тогда спрогнозировали, никакого заявления, премьер-министра его аппарата и Министерства иностранных дел, Алиеву на эти нападки, которые он сделал, выпады в сторону Армении, не было. Они ничего не сделаны. То есть, вы хотите сказать, что есть договоренности, это называется договорняк, я извиняюсь за такой сленг. Да, я в этом уверен. Есть договоренности между Алиевым и Пашиняном. Так почему же Пашинян это дает капельками народу? Почему все сразу, он же все время, через какие-то определенные промежутки времени дает интервью, выступая с пресс-конференцией, там много-много, часовая пресс-конференция, и там очень мало конкретной информации. А почему сразу не сказать, вот товарищи, вот эти столбы будут там-то? Он говорит, алматинская декларация, ура, вот мы добились, все там поздравляют. Возьмем только вот эту последнюю, алматинскую декларацию, на которую ссылается и армянская сторона, и весь Запад, который, значит, поздравляет нас. Вот с чем он поздравляет? Поздравляет именно с этой алматинской декларацией, что вот что-то сделано на основе этой декларации, в то время как Азербайджан говорит ничего подобного. Во-первых, в алматинской декларации есть куча оговоров по Арцаху. Мы не признавали Арцах в составе Азербайджана, в алматинской декларации, это записано. Ну, может быть, поэтому.